Древний вулкан Гирвас был открыт более полувека назад, когда здесь начали строить гидроэлектростанцию. Вода ушла и явила миру огромное лавовое поле, которое оценивается в тысячу квадратных метров. Толщина лавы в отдельных местах достигает 100 метров. Эту и другую информацию можно было бы прочитать в буклете, купленном при входе в парк. Но у местного предпринимателя Розы Ефимовой руки пока до буклетов не дошли. Этот сезон для нее был первым. Открыла свое предприятие на Гирвасе Роза Ефимова 12 июня. За неполных три месяца здесь побывало более 13 тысяч человек. Здесь мы пытаемся создать инфраструктуру, что у нас получилось. Сделаны туалеты для инвалидов, магазины сувенирные, касса, охрана, палаточка. Пока вот так. Буклеты в отдаленной перспективе, благо, есть экскурсоводы. На следующий год Роза Ефимова планирует построить музей, выставочный зал и кафе не под открытым небом. И тогда вулкан Гирвас будет принимать туристов круглогодично. Для этого необходимо порядка полутора миллионов. На кредитные деньги карельский предприниматель не рассчитывает. Вся надежда на собственные силы. Чтобы посмотреть на вулкан возрастом несколько миллиардов лет, также надо приложить усилия. Обустроенная туристическая тропа – 240 метров. Несколько десятков – настоящий экстрим. На своей, что называется, шкуре его прочувствовал и секретарь общественной палаты России Александр Бричалов. Я видел фотографии, эти козлики горные, которые вот так вот под углом. Вот таким, по мнению московского гостя, может и должен быть основной источник поступлений в бюджет. Событийный внутренний туризм, а не нефть. Сказаны эти слова были во время, пожалуй, одного из самых необычных пресс-подходов. Вот здесь делаем, да? Да. Поддержать Розу Ефимову Александр Бричалов решил и словом, и делом. К сожалению, не все региональные, не каждая региональная власть видит в этом действительно потенциал, потому что это хлопотно. Таких, как Роза Ефимова, нужно, так сказать, с небольших шагов, грантов, субсидий, как-то помогать, учить. Проще затащить какого-то крупного инвестора. Но я уверен, что будущее за такими проектами, а не за какими-то транснациональными компаниями. Но главное, что на новогодние праздники у Розы Ефимовой будут посетители. Точно общественная палата будет в новогодний корпоратив где-нибудь здесь проводить. Это я уже решил. И предлагаю нашим крупным корпорациям вместо того, чтобы отправлять людей за рубеж, отдыхать вот сюда. Осталось только найти деньги и построить кафе, не под открытым небом. Евгений Евдокимов, Дмитрий Николаев, Вулкан Гирвас, телеканал Ника+.